ребята всем привет пошел угодья охотничий проверить на наличие зверя иду по кромке дороги и между лесом наткнулся короче на грибы первые боровики в этом году сейчас я вам покажу первый боровичок я его уже сорвал вот он красавец только-только появляться стали первый слой а рядом вот рыжик ну рыжики я не беру а боровичок возьму на жарёху либо в суп сейчас пройдусь посмотрю может еще найду вот итог моей прогулки по лесу по охотничьим угодьям нашел четыре вот таких вот хороших боровичка нечервивые плотненькие крупненькие вот они первослойные как раз этих четырех боровиков хватит чтобы суп сварить грибной будет очень вкусно в общем проверка охоту годий превратилась сбор грибов походил еще немножко по лесу и уже целую кучку насобирал как это бывает не пакета не рюкзака никакого другого кулька с собой не взял пришлось снять энцефалит q сделать вот такой вот импровизированный мешок и вот сюда складывать вот смотрите у меня к боровикам добавились лисички и вот такие вот а бабки или по-другому их еще под березовики называем вот они в общем сейчас вот так вот прямо пойду дальше тут осенник в перемешку с березы может еще чем найду вот в общем это волнушка по моему гриб называется я если честно не особо в грибах разбираюсь вот в таких вот по моему это волнушка вот кто знает подскажите давно таких грибов у нас я вижу но я их собирать не буду это поганки вот такой вот у нас лес осенник с березой старые выруба здесь раньше деляна была сосны росли а потом все вырезали уже много-много лет назад сейчас вот все потихоньку зарастает осенником и уже береза начала расти мелкая вот здесь вот попадаются грибы подосиновики боровики лисички но что-то сейчас вот с того места я ушел где первый раз не попалась и пока что больше ничего нету в принципе у меня цель то было другая похода моего сегодняшнего лет так что даже то что я нашел на жарюху хватит как говорится семью накормлю только вот кормить нечего семьи к сожалению нет ребята вот это подосиной сто процентов шляпка у него такая вот хороший так ложим его в общую копилку нас еще тут покружим посмотрим может еще где счету найдем только-только грибы начинают это первый слой поэтому я думаю что в дальнейшем грибов будет много в этом году сейчас дожди пройдут вторая декада сентября вроде как должна быть теплой бабьем летом поэтому думаю грибы будут вот этого честно не знаю что за гриб какая-то поганка он там еще один такой же вот это вот у нас его называют коровник но он весь видите развалился весь гнилой еще здесь вот в этом лесу когда-то года три-четыре назад я находил очень много груздей сейчас еще наверное не время не было еще столько туманов не было тепла особого после дождей думаю может быть потом сюда прийти и грузди здесь будет вот опять все перестали попадаться как всегда камеры только включить сразу же все грибы спрятались ладно пойдем за кульком и дальше будем переходить в другой лес тут она вот так вот промежутками нет леса трава высокая потом заходишь опять лес маленькая трава и вот так вот это промежутками идет в общем где-то примерно еще метров 200 и потом все лес закончится пойдет широкий лог и дорога полем вот по этой дороге я домой пойду в общем минут еще 15-20 похожу если что-то интересное будет покажу всем ребята грибы кончились прошел уже наверное метров 150 ни одного больше не вижу вот туда если зайти в глубину там травище может лисички есть но не особо я хочу туда лезть и непонятный вопрос с клещами нынче в прошлом году в это время клещей было полно просто полно и даже еще по заморозкам клещи были в этом году их почему-то нет но по крайней мере вот я второй выход в лес делаю еще не одного клеща ни на собаках ни на себе не нашел в любом случае мне все нужно ставить третью прививку контрольную клеща поэтому сильно рисковать не будет я сегодня пошел не было у меня в планах прямо так долго по лесу ходить и глубоко в него заходить поэтому я никаким образом не защитился не обрызгался лифтомитом никакими-то другими защитными средствами не обработался да еще и энцефалитку вот снял вместо кулька я использую вот опять синявка или волнушка как она правильно называется подскажите а так конечно можно было туда вот вглубь зайти посмотреть есть лисички там или нет и бобровый ручей ну ладно это следующий раз хотя как она бывает следующие разы если специально пойдешь за грибами ленте найдешь как говорится без ружья в лес пойдешь зверя полно пойдет с ружьем ни одного не увидишь также в грибами без корзинки в лес пойдешь не по грибы грибов попадаться будет тьма пойдешь специально с корзинкой по грибы ни одного гриба не так оно есть на самом деле раньше здесь еще малинник был прям такой серьезный полинник много малины почему-то не стало даже пустов нет он и медведь все по обломал кстати медведя до хрена и больше уже у нас соседних районах случаи были людей задирал ну а я как всегда без друзья в общем ребята грибов больше нет впереди сейчас будет пасека и потом дорога по которой уже пойду домой дойду до туда включить расскажу какие новости по жизни какие перспективы блин как всегда камера выключенная было сейчас вот вот этого места вот за этими кустами глухарь взлетел прям буквально сколько здесь три метра от меня взлетел и улетел вот вперед в том направлении жалко не снял вам была бы камера включена прям очень хорошо бы заснять мог но не получилось машка зараза прямо в глаза лезет сейчас вот только что прогул про глухаря вам рассказывал прямо в глаз залезла или вытащил в общем последняя попытка найти грибы крайне около так леса сейчас по нему походим посмотрим может найдем еще что-то вот одни поганки уж это за поганки кто знает подскажите я не знаю все какие-то мокрые слюнявые но точно не маслята в лесу влажно прямо очень влажно два дня идут дожди причем сегодня дождь лил практически целый день под вечер только закончился сейчас время это в районе 7 часов и синоптики передают еще осадки до 11 числа после 11 потихоньку погода начнет восстанавливаться и там уже вроде как бабе лето наступит а там ребята скорее всего надо будет ехать на работу сейчас вам расскажу выйдем когда отсюда расскажу какие предложения мне поступили головы сейчас ломаем знаю как быть в общем все больше грибов не нашел сейчас покажу вам что у меня по итогу получилось что я собрал так ребята в моем импровизированном кульке из энцефалитки есть лисички 4 штуки есть боровики 4 штуки есть подосиновик а бабок мы еще по-другому называем три штуки есть вот такой вот подосиновик это чисто подосиновик у нас по крайней мере он так называется может кто-то в меня конечно с табуретками кинет скажет что ты не прав этот гриб по-другому называется но у нас он так называется вот в количестве одна штука то бишь вот такой вот у меня вот на жарёху вполне хватит сегодня вечером пожарим о ребята какая поганка красивая большая красиво пусть растет может может придется если лось любит поганки и мухоморы кстати по поводу мухоморов у нас раньше их очень много росло именно вот этот красный мухомор сейчас не стало я где-то прочитал что мухоморы сейчас принимают за большие деньги их можно собирать сдавать там всяким фармакологическим компаниям но и так свободно продавать что это типа наркотиком не считается и те мухоморы которые красную книгу не занесены их можно собирать и ничего вам за это не будет так вот я и думаю скорее всего поэтому все мухоморы у нас и поисчезали потому что народу заняться нечем работы нет выживают как могут вот рыжики смотрите два каких красивых дядька у меня покойничек очень рыжики любил раньше к нему приедешь в гости всегда рыжики были соленые сейчас наверное уже нет потому что дядьки нет в гости не ездим а тетка солит или нет не знаю давно не был но осенью собираюсь съездить табличку прибить на том месте где у него избушка стояла где-то на канале есть видео как мы ездим пробиваем дорогу туда а в дальнейшем избушку поставлю может быть у них рыжики есть тогда попробую вам покажу вот видите какая трава хрен пролезешь ничего не косится скота народ не держит все травой зарастает вот он задают вопросы почему леса горят да потому что все это сухостой спичку подростой бросить все это воспламенится пасека впереди почти подошел а там уже чистая дорога от пасеки по ней домой дойду все ребят прорвался и вот она свободная дорога а вот пасека большая пасека на двух хозяев дойду вам покажу улики не буду вовнутрь заходить за забор чтоб потом не претензий никаких не было потому что это ловушка кань стоит просто вам покажу чтоб вы посмотрели какие у нас пасеки в тайге вот видите домики строения туалет забором все огорождено как положено вот улики стоят достаточно много уликов это вот одна сторона там впереди под шифером омшанник куда на зиму пчел составляют а с той стороны не буду заходить вот за вот этим строением там еще улики стоят в общем такая пасека не маленькая кстати хорошую медовуху здесь делают если у кого-то будет желание звоните заказывайте подарок вышлю в общем ребята все домой еду походил знатно походил удовольствие получил от сбора грибов от того что подышал свежим воздухом душа даже как-то успокоил легче стало значит какие новости ребята по поводу охот травы очень много сегодня с гончаками утром ходил гулять на поводках потому что комментариях с прошлого видео немного написали что протокол могут выписать ну и действительно я так вот подумал не надо наглеть пусть лучше на поводках ходят нашли зайца они в траве на поводках умудрились с ума сошли этот заяц от них деранул из травы по открытому полю гайда там я не знаю чуть ее не разорвало да и грей тоже аж на дыбы вставали еле удержал думал сейчас оторвут поводки и все нахрен я и хрен найду не ошейников же ничего на них не было когда с поводками гуляли ну ничего удержал в общем нормально все они помнят три года работать будут но это все начнется с октября месяца пока трава не упадет в лесу делать нечего дальше по бобру тоже постараемся вот ну и по боровой дичи опять же если останусь здесь в сибири потому что приехав с камчатки сразу мне поступили два предложения по работе первое предложение мне поступило с новосибирской области с барабинского района съездить на пиляжью путину половить рыбу бригадиром на два с половиной месяца но я так думаю что-то я нарыбачился нынче что уже желание нет никакого тем более осень дожди холод но еще пока это предложение как бы не отбросил второе предложение пришло из курганской области вот парадокс жизнь какие зигзаги выворачивают курганской области не сложилось немного отчасти и по моей вине уехал оттуда хотел вернуться но уже меня там не дождались а сейчас обратно в курганскую область зовут работу предлагают частный охот хозяйства тюменская какой-то дядька такой серьезная очевидность умения купил там себе охот хозяйства 80 километров от шадринска приглашаю туда егерем с дальнейшим ростом до охотоведа образование мы не первое высшее юридическое она позволяет вот зарплату обговариваем значит но я хочу конечно чтобы было в районе сотки ну пока что ответа нет не получал вот буду конкретно разговаривать жду звонка сейчас от этого директора и решать уже там значит полное обеспечение дом дают вся техника квадроциклы у вазик снегоходы охоту годе небольшое два егеря охотовед охотовед старые возможно если он идет то я буду вот тоже думаю пока еще не решил и третий вариант которым конечно бы я очень сильно хотел заниматься с братом работать свой для себя новую профессию механика и работать новосибирске никуда не увижу поэтому пока что определенности нет как будет так и будет как говорится богу угодно то и случится но если даже вдруг куда-то и уеду что-то там не срастется вот собак сирана с собой заберу охотиться будем где бы у него не были потому что сейчас опять я один остался и по своей кстати вине тоже от большей части одному тяжкой а так как я в крайности не бросаюсь чтобы там например начать херней заниматься типа алкоголь употреблять и все остальное кто-то это средство которое от этого всего спасает хотелось бы конечно все обратно отмотать но ничего уже не отмотаешь хотя хрен его знает опять же зигзаги крутить в общем такие дела ребят новости рассказал сбор грибов показал лес немножко показал все давайте оставайтесь богом до новых встреч завтра с гонщиками пойдем гулять может видео сниму покажу а как дождь идет особо снимать не хочется да и особо ничего интересного нет сегодня можно было конечно снять как они зайца с травы на поводках подняли как они там привели ну там они так поводки из рук выдирали что телефон достать из кармана возможности не было чем ладно ребята всем пока всем до новых встреч оставайтесь с богом